И я просто не хочу быть близким к тебе, потому что ты мне чувствуешь, так как ты мне чувствуешь. Привет и добро пожаловать! Сегодня у нас в гостях Джулия, один из наших учителей по вокалу. Джулия нашла для меня что-то, чего я еще не видела. Я хочу, чтобы ты послушала вот этого парня. Его зовут... Димаш. Я могу смело сказать, что это один из самых невероятнейших голосов на планете. И ты можешь быть со мной полностью не согласна, но просто послушай. Этот певец с классическим образованием из Казахстана. Ясно? Но он решил сделать карьеру в современной музыке. То есть он смешивает классическое звучание с поп-стилем и с традиционными казахскими элементами. В общем, это очень интересно. Все, я вся в ожидании. И ты приготовила видео для меня. Да, у меня есть несколько клипов. Так что пристегнись. Ты слышала эти низы? Эту низкую воздушную ноту. И вот это соединение. Вокальный фрай. Это же так красиво. Как я раньше о нем не слышала. Он очень популярен в Азии. Это понятно. Но как он вот так вот начал? Так, давайте-ка послушаем этого певца. Пока я ни к чему не могу прикопаться. Да и не сможешь. Он идеален. Ну, посмотрим. Давай дальше. И вот этот плач. В его голосе. Это же был поп. А теперь опера. Да. Он меняет тон, как перчатки. Первый был такой более оперный. Много пространства. А потом более поп. Более сжато и ярко. Да, что-то типа поп-белтинга. Да. Чего? Это безумно. Ладно. Какого? Нет. Да. Разве это не сумасшествие? Я сейчас вся в мурашках. Смена тональности? Это ж так высоко. Посмотрите на его. Это самая вышка. Нет. А это как... Чувствуется что-то народное. Да я слышу. Чего ты мне это раньше не показала? Нет. И здесь опять смена звучания. Разве это не дурдом? Да нет. Это выше крыши. И он еще... А сейчас эти вокальные разбежки. Это одна большая разбежка. На одном дыхании. Это не может быть правдой. Разве это нормально? Нет. Это какой-то психоз. У него такой контроль над своим звучанием. Последняя разбежка идеальная и непринужденная. Да для него все ноты легкие. Ты даже сказать это нормально не можешь. Это его заслуга. Это было только первое знакомство с его голосом. Боже, спаси и сохрани. Итак, здесь Димаш поет. О нет. Ты сейчас офигеешь во второй раз. И опять это его дыхание. Он еще хорош в передаче эмоций. Небольшая вариация. О, его родители. Так гордятся им. Я так волнуюсь. И на нем это традиционное одеяние. Да, потрясающее. Я не была шокирована, когда он сделал вот это. Я была шокирована после. Что? Это же так невероятно. Все встали. Ну а как по-другому? Даже я хочу встать. Это просто сумасбродство. Да что это такое? Такой эффект с микрофоном. Что? Как он это спел? Все, я завязываю с пением. Это же невозможно. Я думала, что он показал нам все свои фокусы в первом видео. Но потом он начал вертеть микрофоном. Я такого в жизни не видела. Просто с ума сойти. И еще, вокальные разбежки. То, что он сделал с этой мелодией. Но при этом проявил уважение к предыдущим версиям этой песни. И так же, вот этот его баланс в каждой мельчайшей детали. У него всегда есть вибрато. И не слышно ни грамма напряжения. И он захотел, спел как классический певец. Захотел, спел по-другому. Да, он постоянно меняет свой голос. Итак, у нас последнее видео, Лиза. Держись крепче. Ох, блин, я уже не могу. Давайте послушаем. И это, конечно же, вживую. Да, он поет вживую. Он такой уверенный исполнитель. Да, очень убедительный. И он снял один наушник, чтобы слышать себя. Он звучит идеально, даже когда двигается. Опять дыхание. Это настолько эмоционально. У него есть этот дар передавать эмоции. И ты ему веришь. А тут шепот. Хорошо. Так мощно, но по-прежнему без усилий. Для него это прогулка. А здесь уже более классический тон. Красиво и сильно. Он ходит по сцене, как у себя дома. Такой свободный. Это же должно влиять на голос. Посмотрите на его горло. Оно так расслаблено. Он готовится. Сейчас что-то будет. Я уже его боюсь. С ним нужно держать ухо востром. Это же такая высота. И опять. Итак, это было так высоко. Это же диапазон сопрано. Для многих это недостижимо. А он еще сделал белтинг на этой ноте. Это еще не все. Нет. Как же славно. Это же так высоченно. Это что, свистковый тон? Нет-нет. Подожди. Он сейчас в полном головном голосе. И он наращивает энергию. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Это не может. Да ни за что. Это за гранью пианино. Этого что, нет на пианино? Нету. Это такая нота, как мне сказали, это нота Ре-8. Это просто... Он вышел за пределы всего. Только собаки смогут это распознать. Я не знаю. Я уже ничего не понимаю. А ну-ка, верни это обратно. Идеально. А сейчас он... И потом поет нормальным голосом. Просто рехнуться. Здесь у него уже другое звучание. Типа, для меня это легкотня. Это сверхчеловек. Я честно не знаю, как он это делает. Лично я не могу так свистеть. Да, и я не могу. Я думала, в первый раз это был его свистковый голос. Да, но вот этот свист, это точно что-то за пределами мужского голоса. Что вообще произошло? Ты вообще хоть что-нибудь поняла? Ага. Нет, конечно. Я поизучаю его. Давай, потом расскажем ему. Ну ладно. Я так опустошена. И у меня нет слов. Я просто не понимаю то, что я только что увидела. Почему ты мне раньше его не показывала? Я просто не хотела, чтобы ты его слушала. Это же такой сверхчеловеческий голос, у которого нет пределов и ограничений. Сверхчеловеческий голос. Нет слов, одни мурашки. Да, мне больше нечего сказать. Если вам нужен пример, любой вокальной техники исполнены совершенно. Вот что вам нужно послушать. Он — это идеальный пример.